Продолжается планомерная работа над созданием транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. Возле города Марийногорка идет строительство экотехнопарка, в котором уже проводятся ходовые испытания. В цехах предприятий-подрядчиков производятся элементы путевой структуры. Опытно-экспериментальное производство изготавливает и совершенствует подвижной состав, расширяется, прирастая новыми площадями и самым современным оборудованием, готовясь к выходу на новый качественный и количественный уровень. Не прекращается работа и в конструкторских бюро закрытого акционерного общества струнной технологии, которые проводят уникальную работу по созданию и доводке всех составляющих струнного транспорта Юницкого. В рамках программы по обеспечению безопасности Skyway очередным испытанием был подвергнут уже не просто трубобетон, а отрезок реального струнного рельса. В данном эксперименте продолжилось изучение аварийных ситуаций, которые симулируются по мере строительства путевой структуры. Это составляющая часть серьезной научной работы, проводящейся в нашей компании под руководством генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Поэтому глава Центра научных исследований и испытаний строительных конструкций Строительного факультета Белорусского национального технического университета Владимир Георгиевич Баранчик, лично руководивший испытаниями, заметил, что исследование возможностей использования бетонных смесей в качестве альтернативного способа анкировки тянет на докторскую диссертацию. Все подробности и объяснения проведенных экспериментов узнаем из интервью с непосредственными участниками данных событий, инженерами закрытого акционерного общества струнной технологии. Сегодня нашими собеседниками, которые прокомментируют ход испытаний трубобетона, являются инженер-конструктор Виталий Лобковский и инженер-технолог Александр Шибут. Александр, давайте начнем с вас. Что же все-таки испытывалось в этот раз? Значит, создавая свои путевые структуры, мы отрабатываем различные варианты исполнения, в том числе и проверяем и какие-то внештатные ситуации. Вот в данном случае вместе с Белорусским национальным техническим университетом мы провели испытания. Правильно ли я понимаю, что эти испытания в первую очередь нацелены на то, чтобы удостовериться в безопасности путевой структуры SkyWay в случае возникновения самых даже невероятных аварийных или нештатных, как вы говорите, ситуаций. Это было нужно для того, чтобы при какой-то аварии на анкерных опорах можно было бы замкнуться на трубу. Провели испытания по определению работы канатов внутри рельса. Тем самым мы определяли адгезию к адгезию связи бетона, трубы с бетоном и канатами. И наши теоретические выкладки совпали с экспериментальными данными. Тем самым можно говорить о полной безопасности данной структуры. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании. Поддерживайте наш проект, который создает самый безопасный транспорт в мире. Строй SkyWay! Спасибо, парни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok